Достучаться до небес. Ранние холода могут помешать планам строителей закончить все, что намечено сделать на территории Богоявленского собора. Сейчас на этой площадке идет активное благоустройство. Появилось наружное освещение, укладывается брусчатка, асфальтируются дорожки. Каменщики начали облицовывать соколь гранитными плитами. Это процесс, который не любит спешки. При возведении храма сохраняют традицию строить на века. Как удается выдержать баланс между желанием уложиться в короткие сроки и сохранить высокое качество, выясняли Надежда Печоркина и Давид Давидашвили. Специалисты урингу и дорстроя не тратят время на отдых. Работа кипит, и на территории собора уже легко угадываются очертания будущих дорожек и тротуаров. Важно выполнить основные работы до морозов. В воздухе ощутимо носится их скорое предчувствие. Им надо не только успеть, но и получить результат высокого качества. Добиться этого непросто. Ландшафт оказался сложным, проект приходилось переделывать, чтобы не было просадок и неожиданных подъемов грунта. Так, темпы хорошие, вроде сейчас идем нормально, но немножко разгонимся, финансы опять упираемся, поэтому такие трудности постоянно нас постигают. Но стараемся, просьба ко всем дорожанам, помогать нам. Самая финишная прямая, как бы, надеюсь, мы вместе скоро завершим это. Чтобы помочь строительству, не обязательно дожидаться особого приглашения. Ящики для сбора пожертвований в городе легко найти. Сейчас так важно не остановиться на заключительных этапах. Каменщики, между тем, уже облицовывают соколь собора гранитом. Эта деятельность суеты не терпит. Да и работники опытные. Заняты на стройках нового Уренгоя почти 10 лет. Знают, как закрепить плиту, чтобы она держалась крепко. Внутри расфор, один на два, мешаем расфор, и камень нужен. И все вроде. А морозы не помешают? Нет, не мешают. Почему? Лифти работают, работают. Мы, как бы, очень сложный отбор прошли, потому что сейчас, знаете, рынок строительства очень проблемный. Как бы, много фирм, однодневок, фирм таких, которые берутся за объем, но нет квалифицированных специалистов, которые не знают свое дело. Мы, и у нас такие попадались, и очень много попадалось таких фирм. Ну, мы все их отсеяли, и сейчас у нас уже, в принципе, остались только те, которые знают свое дело, которые, как, знают, даже ради чего они сюда пришли. После кипучей деятельности во дворе, главное помещение собора поражает тишиной. Здесь начали каменную облицовку с пола. Настоятель, за плечами которого уже есть один построенный храм, лично проверяет качество. Такого не должно быть. Она вся лежать нашла. Потому что она потом отойдет. Здесь вот хорошо они посадили, все приклеили, так что ли. Монументально. Для нас самое главное сейчас пол доделать очень трудоемко, но в то же время очень красивая работа. Мы уже видим первые такие орнаменты храма, алтарной части. Поэтому, конечно, представляю себе, в будущем будет очень красивый пол, на который встанет уже иконостас, который, кстати, уже лежит и ждет своего часа здесь в храме. Главное ожидание прихода связано со строительством гимназии. Старое тесное помещение уже не выдерживает никакой критики. То, что здесь в полном объеме сделано отопление, позволяет надеяться на спокойную работу во время морозов. Черновая отделка выполнена на 100%. Старатели приступают к следующему этапу и намерены в полном объеме завершить его к Новому году. Хотя гимназисты хотели бы более скорого новоселья. Надежда Печеркина, Давид Давиташвили, служба новостей, «Импульс».